Уважаемый Александр Золотинский, уважаемые коллеги, как известно, местные органы самоуправления действуют на основании действующего законодательства 1997 года об управлении в административно-терриориальных единицах. Там четко расписывается на примере 25 статьи, что в администрацию могут входить структуры, администрации, которые ведают вопросами экономики, здравоохранения, культуры, образования, молодежной политики и спорта. В этом же законе, в статье 4, также указывается о том, что руководители этих подразделений или структурных составляющих являются должностными лицами администрации города или районов. В связи с этим, углубившись в этот вопрос, мы предприняли определенные действия. То есть на момент, когда мы стали углубляться в этот вопрос, оказалось, что управления, которые входили в структуру администрации города, являлись юридическими лицами. Проанализировав все, мы пошли на этот шаг. На наш взгляд, это было законно. Ликвидировали управление. На настоящий момент 5 управлений ликвидировано. Это управление жилищного хозяйства, коммунального хозяйства, управление архитектурой, управление экономикой и управление транспортом. Кое-какие преобразования провели в том плане, что объединили коммунальное управление с жилищным управлением, сделали из него департамент жилищно-коммунального хозяйства, ну и отдельные департаменты экономики, транспорта и так далее. В настоящий момент идет процесс ликвидации управления здравоохранением, управления культурой и образованием. Почему мы пошли на этот шаг тоже? Потому что их образование в виде управления юридического лица, которым подведомственные подразделения по городу Сухом, имеются в виду детские сады, школы, объекты здравоохранения, они оставали в статусе просто положения о том или ином структурном подразделении уже самого управления. Мы пошли на то, что сегодня создаются юридические лица, муниципальные учреждения, как этого требует закон, и у них будут в статусе филиалов каждое подразделение. Это касается детских садов, школ, объектов здравоохранения и объектов культуры. В принципе, предполагается, что по социальным вопросам будет один департамент в администрации города, который возьмет на себя обязательства курирования и управления всем социальным блоком. – Михаил Федорович, а какое количество рабочих мест было сокращено в связи с тем, что вы провели такое мероприятие? – Порядка 10%. – И в дальнейшем предстоит? – У нас сейчас в данный момент цель не сократить, большей частью, оптимизировать, наверное, так можно сказать. И в основном это делается для того, чтобы привести юридическое точки зрения в соответствии с действующим законодательством. Ну да, сокращение произошло, но там есть в некоторых местах дублирование, вот, и, значит, вот только это преследуется. Там, где дублирование есть, мы это стараемся убрать, поправить. – Надо избавляться от мини-хозяев, в мини-организациях, с мини-полномочиями и так далее. Должно быть единообразие, если таким словом гражданским. Есть глава, есть администрация, есть глава администрации, все остальные структуры, если будут себя вести так, как это было до того и сейчас присутствуют, то эффективности никакой. Это и потеря средств. Хотим или не хотим, оптимизацию штатов, это уже красноязычное выражение, придется делать во всех сферах, это не только в администрации, это всюду, в образовании, в культуре, ну и так далее, в службах. Я могу назвать примерно цифру, которая должна быть контрольной, условно говоря, которая будет говорить об эффективности работы. Цифры эти немалые. Кроме того, что лишние штаты, скажем так, хуже еще тогда, когда одни и те же люди на нескольких штатах. И в итоге это приводит цифры размером примерно в 3000 человек. Вот по каким скромным подсчетам, и нам придется к этому идти. Понятно, это болезненно, понятно, насколько мы это делать, мы не будем, но планомерно, плавно мы к этому придем. У нас даже в этом году цифра 400, да, Владимир Валерьевич? Да, 400. Цифра 400. По районам. Вчера вы были где? Варчал. Варчал. Варчал, до этого Гагра, Буддаута. Надо будет еще раз пообщаться, потому что непонимание, оно присутствует реально. Так же? Да, совершенно верно. Болезненно, но придется перетерпеть. Придется перетерпеть. Если вы меня убедите, что в республиканской больнице 800 человек работает, или сколько, 890 штатных единиц, 890. Просто хорошо живем, однако, но придется пройтись и посмотреть, так это или не так.